Мы видим, что Никита, тебя послушали Team Spirit и забирают Skyros Mage Ой, очень приятно, очень приятно Посмотрим, как еще Spirit сыграет с этим Skyros Mage Забанили Warlock, то есть отрезают Spirit и пути Envy для пика Спектры Без Warlock и Спектру брать очень не хочется, потому что велика вероятность проиграть Лайн Тем более такой парушки, как Axe, Sky Mag Ну, что-то Фнатики должны были подготовить, кроме Спектра на этот турнир, это очевидно Ну, например, вчера это был Morph С Веспом, правда, а Веспания в этот раз сами забанили В играх против VP Envy играл на Гирокоптере Ну, там тоже игра не зашла В общем, сейчас нужна защита какая-то У Бэйна есть Nightmare, но это слабый подсейв ДК пока что Набирают жир Мы решили жирными героями попробовать повоевать Окей Да, только неясно пока, куда эта ДК пойдет На нем либо Аббат, либо Юниверс играет, мне кажется Я думаю, что... Да, беда... Ну, посмотрим, посмотрим, да Здесь действительно... Чтобы понять, куда кто идет, мы... Должны увидеть весь пик И в том числе пик тем спирит Интересный такой Axe, конечно, у Фобоса Вот этот вот супер жирный Axe Возможно, и неплохо он отрабатывал Но все-таки не хватило какой-то агрессии И Axe, конечно, впитывал Но толку в этом было немного Когда били его команду Чен По-прежнему То есть... Получается, что... Скайверсмейдж будет в топе, возможно, даже стоять Ну, возможно А Axe, Чен от линии в боте Ну, видишь как Если нет спектра с варлоком То, в принципе, линии Axe плюс Чен Можно легко задавить Как бы вот варлока со спектрой давить Очень сложно Потому что ты вроде бы харасишь И вроде бы давишь И выбиваешь реген Но там летят шедовворды Потом варлок восстанавливает себе ману Кидает еще шедовворды И в конце концов согнать спектру слайна Просто не получается Вот А если спектра не будет Такого героя, который там дисперсии урон поглощает Которого еще хилит потом варлок Варлока тоже как бы здесь не будет То какого-нибудь там, я не знаю, герокоптера Тоже агрессивного героя Попытаться убить можно Или там Разора Там вот первое, что приходит в голову Когда ты видишь Axe у себя на линии Тебе хочется взять какого-нибудь Разора или герокоптера Потому что это герой оранжовый Герой с большим количеством урона Крайне агрессивный И могут прогнать Axe Но если там будет Chen или SkyMag То это будет не так просто сделать Ладно, смотрим дальше Минута остается у Fnatic'ов Для того, чтобы решить Какого героя взять на Очередной пик во второй стадии драфта У них еще закрывающий пик Да, второй раз подряд, между прочим Ласт пик у Fnatic'ов Как-то довольно странно получается Там я не обратил внимания в лобби монетку В очередной раз бросали Или проигравшая команда выбирала Появляется Doom Становится ясно, кто будет Занимать Ну, короче, здесь смена Просто смена Shadow Demon На SkyRos Major В исполнении командов Фактически, да Фактически, да Но только тут чуть поприятней В этот раз Лайнап для Aslar С точки зрения саппортов, как мне кажется И Хардера Doom Ну, тоже неприятно От Doom можно спрятаться Если ты получил Doom где-то в лесу Ты забегаешь в область, где тебя не видно И даже под Doom ты регенишься и быстро бегаешь Очень часто так Сларк может спастись От Ганка Ну и плюс против Бэйна Это довольно неплохой персонаж Бэйн вешает на тебя инфибл Но под этим инфиблом ты бьешь и воруешь статы И бить ты, конечно, намного сильнее не станешь Под этим инфиблом Но зато, когда этот инфибл спадет У тебя будет настолько много статов наворовано Вот, что ты уже будешь очень такие увесистые тычки отвешивать Ну и плюс от Fins Grip тебя спасает Dark Pact От Nightmare тебя спасает Dark Pact Ну и Бэйн, если будет виден Сларку То он его вообще никак как бы подцепить не может Своими ультимейтами Это как-то из кустов Можно выйти его схватить Но так в целом Сларк хорошо работает против Бэйна Так, у нас тут баны минус Shadow Fint от Fnatic Все-таки не хотят, чтобы Shadow Fint против дракона стоял Но и здесь нужно какой-то бан сделать на кэрри позит Ну не знаю, может Воида какого-то убрать Потому что Воид это самая такая очевидная прямая Контракт с Ларку Но тогда будет немножко может как-то не хватать уронов Настиком То есть у них и кэрри, и мидер Ну каким-то хорошим берстом не обладают Но зато это прямая контракт с Ларку Да и вроде против Skyward's Mage не так плохо работает В Skyward's Mage 4 активных скилла Если он их все сбросит Тайм-дилейшном его можно очень сильно замедлить Пока посмотрим на бан Team Spirit Герои для года остаются Я думаю, что они уже примерно представляют Что поставят против Dragon Knight'а Банша в бане так бы Можно было ее забрать Очень приятный персонаж Ну что еще против ДК Вайпер смотрится Тимбер может быть какой-то еще Если конкретно стоит задача ДК убить То можно взять Тимбер Лучший герой, чем Тимбер Сложно против Dragon Knight'а придумать Можно взять ОД Кстати, ОД по игре будет очень хорош Против ДК Против Бэйна тоже Вот Дум ему немножко мешает Своим ультимейтам Но этот вопрос тоже можно решить Если нападать грамотно И если член будет вовремя ТПшить ОД на базу под Думом Потом он будет возвращаться И всех убивать Такое тоже может произойти Команда Spirit Не смогла определить Героя, которого они хотят забанить И забанили Лансера в итоге Хотя и забрали Пугну Вот как раз еще один персонаж Против ДК хороший Вариант неплохой против ДК Героя с бёрст уроном Как раз для пуш-стратегии Хорошо будет заходить То есть Call Ancient Seal Decreepify И туда ультимейтская мага Мне кажется, там даже Трупа не должно остаться Он просто должен Испепеляться Знаешь Настолько Настолько высокий урон В некоторых играх Просто есть такая механика Когда Что-то Ну какая-то моделька Получает очень много урона Она там по-разному умирает То есть Например, в Скайриме каком-то Там Можно так сильно ударить Что моделька отлетит Ну это особенность движка Но если говорить конкретно О механике игры То там можно Знаешь, что-то Писпепеляло Там допустим Когда Магическое сопротивление Снижается настолько И так много дэмэджи Влетает То Можно было бы что-то придумать Тут вайпер залетает Ластпиком То есть То есть Это вайпер на Сейфлейне Против Акса И Скайверс Мейджа Или Акса И Чена Все-таки Биллер будет душить На Скаймаге у нас На второй карте Да Уважаемые Аналитики Юные из чата Дело в том Что Спамфильтр Не пропускает Слово Петух Пишите через И Че уж там Ну если Пока Зрители Наши Наши зрители Канала Дота 2.рухаб Настолько грамотные Что они не могут Себе позволить Я буду одобрять Вручную У меня есть Такая возможность Вручную Разрешать Комментарии Но если там будет Написано Ты петух Я не буду Такое Разрешать Так что Давайте там Фильтруйте Спасибо Фильтруйте Базар Немного Ну что Вайпер Ну вообще Вайпер Это интересно Да Такое решение Которое Принято Потому что Спирит Набрали Очень сильный Лайн В бот И как-то Нужно было На него Ответить В общем-то Не придумал Ничего Кроме Как взять Вайпер Ну это Наверное Правильно Диджей Саппортить Саппортить Илью Пора Идти В агрессию Сорбов Венома Между прочим Бежит Ставит Вард А это Видели Интересно Фнатики Да Конечно Хотелось бы Чтоб Спириты Прошли Очень Хотелось Но Это игра На вылет Я так Понимаю Для Спиритов Уже Да Прям Совсем Совсем На вылет Да Ну и Фобос Тут Соответственно У нас Уже Не Контр Хелик Скачает А Бэтл Хангер Потому что Стоять ему Приходится Против Ранжевика В боте Действительно Будет Непросто Против Вайпера Сент Кинга Вайпера Прохарасить Не получится Возможно Поэтому И принято Решение Отправить Бивера На Скаймаге В топ Ну то есть Он там Своими Голубями Будет Больше Проблем Доставлять Юниверсу И Плай Даю Чем Тому же Самому Вайперу Который Рано Или Поздно Коррозив Скин Качает Которому Будет Вообще Начихать На Это Купит Себе Регена Просто Побольше Купит Себе Худов Дефайенс Тоже На Первые Деньги И Будет Отлично Стоять На Этом Лайне Ну а Задача Спирит В боте Сейчас Просто Прожигать Саппорта Фнатик Здесь Диджея Чтобы он Ну когда Начнут Харасить Вайпер Чтобы он Не мог Чем-то Ответить То есть В первую В очередь Нужно Саппорта Сжигать Чтоб Он Тратил Реген А то Потом Уже С кэрри Разбираться То Что Если Ты повесишь Бэтлхангер На Кэрри То Он Заденает Какого Крипа И Урона Никакого Практически Не получит Ну а год В миде Начинает Уже Борзеть Кидает Декрип Кидает Бласты Мешает Абду Фармить Ну пока Не сильно Ну вообще Аббед Если Он отстоит Тоже Неплохо Как в прошлой Игре Скажем так То это будет Хорошее Подспорье В целом Для команды Фнатик У них Такой Очень Плотный Пик В мидгейме В этот раз В отличии от того Что они набрали В прошлой игре Так Тем временем Иллидан Что-то там Много себе позволяет Пожалуй Даже чересчур Да Дум-то здесь С Инфернал Блэйдем Не будет прощать Он Бьет Ласку Если Пайлайдайс Обьет Ее будет Очень плохо Он сбивает Пожадничала Иллидан Захотел Добить Этого крипа Бивер там Пульнул По-царски В скобочках Нет Ну ладно Тут вроде Иллидан Встречает Крипов И да Нет Все равно Дучу Пайлайдай Чуть курьера Не забрал Хорошо Что Бивер смог Подблочить Хоть как-то Не знаю Вот Торопятся Порой Некоторые Саппорты Пулу совершать То есть На Минуте 52 Энви Энви Можно забрать Энви Размансовал Использует Фласку Слушай Так должны Должны все-таки Поджечь его И Пошел первый Скилл от Чена Ваза в другой стороне Ваза да В другой стороне Но А типнуть Кто-нибудь Может Типнуть Энви Жалко Мы не можем Сларку Сларка Можно типнуть В размен на Бэйна Правда Но Все равно Кэрри у нас Пока что терпит Да Я сейчас Вот еще раз Для себя Осознал И закрепил В голове Что на Чене У нас играет Все-таки ФНГ А Бивер На Скайрос Мейджа Потому что Бивер Обычно Исполнял У Спиритов Но здесь Они решили Почему-то Свапнуться Возможно 07 на Чене Это была Критическая Для Артема И он сказал Ну ты конечно В Дании Так будешь Играть На Чене А здесь Давай-ка Собирай Соберись Дай-ка Папаша Покажет Сейчас я тебе Покажу А дальше Будем по накатанной Ну а если нет То в принципе Дома потренируемся Там К супермажору Поготовимся Интересно Как успели Сделать визы Тим Спирит Это вопрос Который остается Загадкой И молчали До последнего Не было ни слуху Ни духу Ну понятно Менеджмент Постарался на славу Им организаторы Скорее всего Попросили не говорить Пока они Не анонсируют А то как-то некрасиво Было бы Все-таки организаторы Должны такой информацией Распространять Такую информацию Прежде всего Так Нападение на Энви В очередной раз Замедление Очень неплохо Душит здесь ФНГ Диджей ничем Не может помочь Энви Ну просто Дежавю Тот же самый маршрут Он уже никуда Не уходит Да Его забирает Своим крипом ФНГ Артем Очень хороший Начал Слушай У нас тут Вырисовывается Вырисовывается Заявочка на 2-1 У Спирит Все отлично С точки зрения Драфта То что Мы там шутили Про комнату ожидания Конца игры Это все шутки Конечно же Нет Это не шутки Просто мы ждем Ее в другую сторону Мы ждем Комнату ожидания Победы Тем Спирит И третьей карты Ну да Но если серьезно Конечно смотреть То Вот именно С точки зрения Драфта То у Спирит Все более чем хорошо Вообще комбинация Акс плюс Скаймаг Она работает Практически при любых обстоятельствах Даже если ты не очень хорошо На линии отстоял Блинк Плюс ульт Скаймага Это фактически Там Стопроцентная смерть Для любого героя Ну для Относительно нежирного Скажем так Для какого-нибудь там Бэйна или Сент Кинга Это ну сразу Моментальная смерть Для какого-нибудь Жердяя типа Вайпера Ну тут нужно будет Что-то сверху докинуть Вообще если Эншн Силт четвертого уровня Повесить И Декрепифайт четвертого уровня То это получается 105% Снижение магического сопротивления То есть фактически Это ДД По целям Магии Что как бы больно Потому что Магии у Спирит Очень много А там Кстати еще Учена ведь есть Правильно Учена еще Бонус дэмэдж 36% Жесть Я бы хотел Посмотреть Чем закончится Такой прокаст 2-2 Побалтируем Ну я думаю Что мы еще увидим Пока Очень хорошее начало От года На центральной линии 30 на 12 Против 21 на 0 Акс 21 на 8 Идет Также неплохо Ну немножко Проседает Сларк Ну я думаю Что ему дадут Еще пространство Да Должен он Дотерпеть Все таки У него уже Четвертый уровень Есть К нему сейчас Стягивается ФНГ Правда Юниверс уже Пятого Вот эта проблема Пытаются Юниверса забрать Тут 2 крипа Паун закончится Нужно скинуть Сетку Сетка есть И Шоквей А Шоквей Нет еще Как хорошо Подходит сюда Сенкинг Очень вовремя ФНГ Может погибнуть ФНГ погибает Или Дан Нет шестого Не может быстро Отрегенится А Дум Отъедается Фласко И пошел в атаку Сатир Залип У него нет маны Главное Этого сатира Не отдать Сейчас Думал Потому что Думаешь Этого сатир Или Дан Хочет забрать Диджей Диджей Да Собирается Дайте пройти Говорит Или Дан Крипам Но Все таки Выходит И сейчас Большую пачечку Крипов Зафармить Главное Чтобы ФНГ Не сости А Его еще Мне братишка Сейчас я буду фармить Ничего себе Я честно говоря Тоже не ожидал Что у Думы Уже есть шестой Как-то довольно быстро Нападение в миде На Вайпера Вайпер Кстати прям вовнет Он недавно тоже умирал Пока мы смотрели За противостоянием Сларка И Дума в топе Его умудрились Спирит как-то забрать Там год кажется Сделал фраг И снова Вайпер У нас телепортируется На центр Где достается ему От Скаймага И от Пугна Конечно же В бот приходит Таба Таба от седьмого уровня Он уже не так сильно Страшится акса Можно было бы Кстати Вайпера Поставить в мид Например акса В бот Но пока у Дрэгон Найта Нет шестого уровня Ему против акса Тяжеловато было бы стоять А вот сейчас С формой Он может спокойненько Отгонять его При помощи Рейнджовой формы При помощи едкого дыхания И терпеть Правда сейчас будет Попытка его забрать Есть Баттлханга Рейнджен Сил Бам Просто лопнул Дрэгон Найт Вот это бам Сейчас мы посмотрим Сколько урона Залетело В сводке смерти 448 урона С одного бласта В некрологе? В некрологе Да Именно Сларк отправляют на базу Диджей Без маны ФНГ успевает Отступить на шрайн Ну Так или иначе У Думы очень большой Нетворс Вырисовывается Так что Забирает все-таки Крипа Переманивает Голема Бивер тем временем Забирает Энви У Энви топ 2 С конца Нетворс Энви Ты на мажоре У Энви 05 Статистика На самом деле Энви просто ничего не может сделать на карте Люди привыкли рофлить С Джеки Но У него такой герой Который не способен На какие-то действия На карте сейчас И все что он может делать Это приходить на линию Стоять и впитывать Но он собственно приходит И впитывает Правда Впитывает больше чем ему Можно Скажем так Разрешено доктором Так Люди Которые привыкли Рофлить Сенви Сейчас самое время Возможно Больше на этом турнире Шанс уже не будет Самый простой способ По рофлить Сенви Сейчас это Зайти в твиттер Где голосование За MVP Мажора И Ретвитнуть Что вы проголосовали За Джеки Мау Да Кстати говоря Не забывайте Лучший игрок Получит Мерседес Но правда Голосование Не только среди зрителей Но и среди Англоязычных талантов Они там все Подтасовывают То есть Ну в принципе Как Чуть не пожутил Все молчу Да уж Давай там Поаккуратнее А то сейчас Сейчас за тебя Проголосуем В каком нибудь Другом голосовании Так Пайлайдай Против Фобоса Ну Фобос опять Выбрал свой Тот самый билд Да Пайлайдай Не будет нажимать Ух ты Как умеет Фобос через билд Жирного парня Очень мощно Набирают спириты Могу сказать Что ченов НГ Гораздо интереснее Смотрится по игре Возможно из-за пика Конечно Но здесь и сборочка Такая Орбов веном Вот этот С помощью которого Удавалось сделать фраги Сейчас большое количество Големов Это потенциально Шесть станов Если разваливаться Будут големы Да Если все Расконтролить Максимально грамотно Юниверс уходит В четвером Налерану Здесь Эллидан Кстати должен дать инфу То что вард Где-то здесь находится Потому что не работает У него пассивка Сларку нужно переместиться На какой-то другой Лайн и фармить Потому что Ну драться он сейчас Не может А в топе фармить Ему не дадут То есть Бежать на Либо лесочек Покачать Либо в центр Бежать Решил все-таки Лесочек покачать Пока что Пытается Спирита И догнать Соперника Стопа Ну с пуганой Это можно У пуганой Кстати еще и вейл Боже мой Представь себе Вейл Декрепи Фаншинт сил Первый скилл члена Потому что Можно просто С одного Бласта Улететь Если ты какой-нибудь Бэйн У которого Здоровья Нет совершенно Можно Можно Улететь С одного Бласта Или если Ты какой-нибудь Энви У которого Нет ничего Ну у Энви Хотя бы Корозевский Есть И у него Здоровье Как-то побольше Чем у Бэйна Бэйна Со здоровьем Все плохо У Пайлодай Тоже кстати По Нетфорсу Все довольно грустно 500 золота За 10 минут Он имеет Связан с тем Что он Варда Постоянно покупает Скорее всего У него денег Даже на тапок нет Ну что Пора пушить Пора пушить Спиритом В топе Вышка целенькая Здесь есть Пугна С четвертым Бластом Надо закидывать Эту вышку Бластами Тут же есть Еще и Катапульта Бэйн покупает Книгу Апнет себе Шестой уровень Но дать Ультимейт Хороший Бэйну тяжело Здесь слишком много Неприятных Дизейблов Которые все это Будут забивать Хотя Что значит много Эншент сил Разве что Но зато это Серьезный такой Как бы Скилл Который С достаточно Большого расстояния Кидается И при этом Не проджектайл То есть Просто подошел Повесил Все Сразу же Фобос Получает Наконец-то Блингдаггер Решил в этот раз Купить пораньше И забирает Да Совершенно Другое дело Покупка Раннего Блингдаггера Здесь связана С пиком Скаймага Потому что Комбинацию Скаймаг Плюс акса Намного проще Реализовывать Когда у акса Есть блинг То есть Это агрессивная Агрессивный билд Агрессивная сборка От Фобоса И дальше Он докупает себе Что ПТ Да ПТ будет покупать В смоке Выходит Фнатики Или да Все это дело Видит И Фнатик Понимает То что Со своим гангом Они опоздали В бот Приходят Игроки Спирит Будут готовы Ломать Мишку здесь Сейчас Ну Энви Как мы понимаем Тут не боец Совершенно Рассчитывают На то Что тут Как-то За счет Вайпера Можно там Подефать Как-то Поплеваться Ядом Бивер Убивает Дидже Здесь вместе С пугной Удается Пошла Пошла Игра Да Пошла Игра Все что Нужно было Сделать Это Пикнуть Скаймага Ну В принципе Да Забрали Еще бук Но правда Несколько Более Агрессивный Герой Еще более Агрессивный Герой Чем Лина И угода Великолепно Получается Бадаркан Руна Идет Вниз 6000 Преимущество На 12 Кто бы мог Подумать После первой Игры Ну Совершенно Очевидно Что в первой Игре Какую-то Не ту Стратегию Выбрали И сами Не знали Как действовать Но Во второй Нашли Ключи И к игре Фнатик И к собственной Игре Что самое Главное Забирают Вышку Год Получает Ластхит Делает Аганим Сразу же Сразу же Аганим На Пугну Здесь практически Нечем Останавливать Разве что Ультимейтом Юниверса Но ультимейт Юниверса Хочется все-таки Дать и в Сларка И Ну Вакс Это наверное Не хочется Если он тем более Пугни Да Ну да То есть Как бы Если ты в Годы Кидаешь Дум То тебя Режет Сларк Если ты Кидаешь Сларка То тебя Бластами Убивает Пугна То Как бы Выбор Это такой Тут надо И с одним И с другим Героем Сразу Как бы Разбираться Одного Подизеблет Другого Быстро Убить Пугну Именно Быстро Убить Пугну Убить Быстро Можно Это Нетрудно Так А Бивер Вместе С Аксом Пытается Убить Пайладай Пайладай Успел Правда Среагировать Дал Найтмар Но Это не Спасает Его От Фатального Удара За уровень И Мана Даже Вот С такими Артефактами Она Чуть ли Не Бесконечная Вы посмотрите На этот Реген На количество Бластов Которое Выдал Год Уже На данный Момент 1700 У него Монопул Бласт Стоит 145 Год Балуется Не успел Правда Еще один Бласт Побетить Ну Здесь Отправляли На базу Да И Очень Удобно С чином Играть Ты Потратил Весь Стэк Маны И Улетел На базу Восстановился Из телепорта Вернулся На тирадин Вышку Из-за того Что спирит Лайнинг Свой Выиграли Ну То есть Они выиграли Мид Выиграли Сложную На легкой У них Было Плюс Минус Все Не Очень Хорошо Даже Сейчас Мы Видим После того Как Спирит Лидирует На 7000 Золото Дум Опережает Сларка По Деньгам Вот Но Два Других Выигранных Лайна Позволяют Спирит Сохранить Тирадин Вышки И И Использовать Вот эту Комбинацию С Телепортацией Чена И Постоянной Выдачей Там Скиллов Каких-то Тратишь Ману Забираешь Крипов Быстро Быстро Все фармишь Толкаешь Лайна Не выпускаешь Соперника Ломаешь Вышки Телепортируешь Семна На базу Восстанавливаешься Повторяешь По Прежнему Давят Нижнюю Линию Здесь Чен Не отпускают Ее А сверху Уже начинают Подпушивать Но нужно быть Аккуратнее Все-таки Пугна Скаймак Рядом И для ДК Могут быть Проблемы Да Бэйн Отступает Очень много Урона Залетает Как же больно Драгон Найто Его забирает Гот Это еще один фраг Тем временем Подцепили Бэйна Акс уже здесь Вешает четвертый Баттлхангер Пайлайдай Может не уйти Берсеркер Кол Бласт И зарубил Красиво Это еще минус 2 8000 преимущества Чекают баунти руны Снизу выходит Энви Энви думает Что вот он Момент Когда можно пофармить Но ему уже летит Сетка Первый спелл Чена Паунс И его забирают Еще и Голевом так Аккуратненько Подзбил Телепорт домой Диджей выходит Что будет делать Диджей Раскастовывает Эпицентр Нечем сбить ФНГ Телепорт ФНГ Флешечка уходит Красота Дум пожадничал Свой ультимейт Убивают 2х крипов Третий крип спасается Это все Что смогли забрать 9000 преимущества Нету эпицентра Сверху подходит Акс Подходит бивер Но где же пугна Пугна на центральной Забавный факт У Фнатик 3 фрага И все 3 фрага Сделал Юниверс То есть у них вообще Ни одного асиста Я так понимаю Нет Есть 2 асиста Сункинга И у Бэйна Все таки Юниверс Не в соло делал Но статистика Все равно забавная Ну 3.15 Дум Да И Больше ни одного фрага нет Ни у керри Ни у мизера Ни у саппортов И камбэк потенциал Этого пика Значительно ниже Здесь вообще Ни о каком потенциале Камбэка Не идет речь Потому что Сларк Это очень жесткий керри С которым справляться Здесь Ну практически Всем придется Всем что есть А с такими артефактами Учитывая что Сларк опережает На 1000 ДК Уже почти догоняет Дума А над Думом Акс 8000 И Пугна 8000 Почти с агонимом Не торопятся Спириты Они захватили контроль На карте Они перефармливают На 10 тысяч Спешить некуда Ну аккуратненько Ну аккуратненько Можно подходить Забирать ТВР И вот сейчас Смок атака Для Фнатик Важнейший момент Если сейчас Они забирают Важного Сочного Коргероя Ну или хотя бы Парочку Хотя бы парочку Хотя бы героя Или желательно парочку Вот так вот Правильнее будет сказать То тогда они Могут рассчитывать На камбэк Но мы видим Что они идут Вообще не туда Совсем И уже в смоках Сами спириты На центральной линии Ждут Юниверс Ну не попадал Фобус здесь Переоценил Свои возможности На нижней линии Подходит год Ставит Незервард Кастует Бласт Дает Вэлл оф дискорд И потихоньку Помаленьку Вышка Уже потеряла Половину хп При том что На центральной линии Вышка также падает Сларк здесь Ей занимается Ну и только сверху Сплитпушит Санкинг Это единственная польза Стан В кугну Санкинг можно Добрать Блингдаггер Вот он как раз Кажется там Зафармил Пачечку крипов Сейчас пролетит сюда Блинком Ну что Если не выигрывает Сейчас тимфайт Фнатик В принципе можно Ставить крест На этой игре Да Вышка уже почти упала После вышки Пойдут забирать шрайны И Фнатики окажутся Полностью зажаты на базу Стан Залетает в пугну Слишком плотно Есть агоним Маны маловато Акс Прыгает Тут же ультимейт Скайрос Мейджа Слишком много урона Дум Тут же лопается Санкинг Залетел с прокастом Но убить Ни у кого не удается Вайпер пытается Расстрелять Элидан Элидан Отправляют на базу Нет Элидан погибает Но Драгон Найт Вынужден байбэк Отцепуг Но продолжает Высасывать Еще неплохо С агонимом Работает без кулдауна Великолепно Лайфдрейн Ну вот Вступили Спирит в бой Да Они выбили Несколько байбэков Но все равно Бараки не сломали Наверное Это было лишним Ну В целом ситуация На карте не поменялась Там кстати На шрани телепортировался Энви Энви кстати Не готов отпускать Не готов отпускать Игроков Нати Не готов отпускать Игроков Спирит конечно же И бивер Спрятался Пытается Дождаться Своей телепортации Но Нет Не получилось Зато ФНГ Не нашли ФНГ Остается здесь Хотя у него Не так много мана Так Энви Загулял Спириты бегут Да Загулял Энви И вот он выходит Чен И вот он минус Энви Монстер килл Для Фобоса 8-0 И возвращаются К линии Здесь уже нет Тир-3 Ну неужели хотят Прям сразу Бараки на 20-й минуте Сломать Да Судя по всему Так и есть Ну почему нет Нет формы ДК Нет Эпицентра Сейчас Какое-то время У игроков Кнатик Значит можно зайти Покидать бласты Ну как минимум Оранжевый барак Турш точно Смотрим в спину В спину заходят Ай-яй О увидели Увидели Спалили Крипы очень удачно Вышли Прыгает Акс Не успевает Заколить Но Драгонайт Лопается Дум в пугну Ну пугну Сразу же Отправляют на базу Все Это конечное Это минус Дум Остается Бэйн Ну и Бэйн тоже не должен никуда уходить Это минус Бэйн Приходит Энви Его поджигают Бэйн байбекает с Энви Ну это уже какая-то агония 20 минут Ну кажется легчайшая Бараки падают Я не знаю почему еще Не написали Фнатик Гуд Гейм Но Такое отставание Отыграть на такой минуте Против такого пика Который сейчас пойдет В принципе практически любым пиком Нереально Отыграться в такой ситуации При тех нетворсах Которые есть у Фнатик Бывают разные ситуации Бывает ты на 20 минуте Теряешь линию Но все это время У тебя сплитпушил Какой-нибудь фантом лансер У которого Там ПТ диффуза И допустим Манта уже Там на 20 Который очень много нафармил Там фраги Какие-то стрики сорвал Тогда еще можно поиграть Но у Фнатик Такие герои Которые не способны фармить быстро Они Даже если отобьются Сейчас Чисто теоретически Они не могут За то время Которые перегруппировываются Спирит Набрать какой-то жир Какие-то артефакты Какие-то лула Просто три катапульты Стоит и расстреливает вышку Три катапульты Бласты Лайфдрейн Все Вайпера Энви отыгрывает 0-10-2 Сенкинг Копает Неплохо Напомню Что эпицентром Сенкинга Закончилась первая карта Может быть она Им закончится и вторая карта Да И судя по всему Так и есть Потому что после эпицентра Отбиваться оказывается нечем Бэйн горит От батлхангера Догорает Фобос Бионд Гудлайк 12-03 Настилил кучу фрагов Гудгейм 21 минута 37 секунд Именно столько Времени понадобилось Но фнатики могли Написать гораздо раньше Вот это давление Да Кажется Спириты поняли Поняли Что и как нужно делать Против этой команды Агрессию Такую вот Прямо ультимативную Вообще фнатики не переносят У них аллергия 5-25 Вот просто смотрим На прошлую игру Здесь 36-13 За 40 минут 5-22 21 минута 45 секунд Ну и третья